Итак, ребят, мы продолжаем, в общем, тему вот такую интересную, тему, которая называется воображение. Это и способность наша врожденная, и сам процесс, процесс вот создавания вне органов чувств, но где-то то ли в моем уме, то ли в моем разуме, то ли в моем духе, вот этих вот ментальных таких сфер, ментальных миров, и воображению дается ключевая роль в таких фундаментальных понятиях, как моделирование, планирование, творчество, игра, память. Как я уже говорил, некоторые философы считают, отвечают на вопрос, а для чего нам нужна способность фантазировать? Они говорят, с целью самовыражения человека. Другие философы говорят, что воображение является на самом деле познавательным процессом и позволяет нам принимать решения даже при неполноте наших знаний. Мы дофантазируем, довоображаем то, что мы не видим или не можем там увидеть. Интересно, вот такой вот факт, что чем более активная фантазия о чем-то, чем более активно фантазирую и более сильнее и сложнее моя фантазия в данный момент, тем больше периферическая сторона, такая как действие, внешнее проявление, ослабевает или задерживается, ослабевает в интенсивности или вообще задерживается. И вот это вот исследование, оно является вот тем шагом, тем вот гирькой в чашу весов за агрессивные компьютерные игры. Вот, именно на это исследование ссылаются люди, которые говорят, что убивалки и стрелялки компьютерные, они никак не влияют на реальность. Вот, так ли это или нет, я не знаю, ребята. Так вот, ну вот это вот исследование приводит сейчас к тому, потому что снижение эмоционального напряжения человеческого, он может, мы можем достичь его путем фантазии, да, путем фантазирования или воображения. Воображение. И вот эти вот те методы, которые в современной вот этой вот йоге транснациональной, называются медитацией, когда группа людей собирается и начинает там слушать слова, представьте себе там, что вы где-то там на лодочке плывете на океане, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Конечно, это не является той медитацией, которая описывается в ведической литературе, да, но является методом снижения эмоционального напряжения путем фантазии, путем воображения, компенсируя неудовлетворенность каких-то потребностей в человеке. Вот, да, ну, к сожалению, то есть я, мне очень жаль, но это не является медитацией, это не является медитацией, это просто такой способ воображением снизить напряжение. А напряжение возникает в результате того, что существует недовлетворенность каких-то потребностей. Давайте, ребята, мы сейчас в следующей лекции поговорим еще об очень удивительной вещи, о том, как ведическая литература, как йога-философия видит воображение, и где воображению места там. Оставайтесь со мной, доктор Перч, вот, я здесь, где орут петухи. Давайте, ребята, пока-пока, воображайте, фантазируйте. Но помните, что вы обладаете свободой это делать. Вот, и задайте себе вопрос, вот вам домашнее задание, задайте вопрос, для чего нам нужно, а не цель ли жизни человека воображение? Воображение, если воображение нам нужно для того, чтобы самовыражаться, то не является ли воображением целью и задачей человека в этом мире? Ореум, пока!